Всем привет, вы на канале CryptoCommons И сегодня будет много всего интересного Поговорим про все монеты подробно Про разные стили торговли Почему одни шортят, другие лонгуют И все при этом правы по-своему Также расскажу вам про чумовые акции от бирж Которые вас ждут Дополнительные призы на Bybit Нулевые комиссии на DUDEX И многое другое И также объявим победителя из конкурса Который был в предыдущем видосе Выберем его рандомайзером Так что обязательно оставайтесь до конца Смотрите, будет много всего интересного Ну поехали И что у нас происходит Биткоин пампится Биткоин пампится Без экстаза, без истерики Да, биткоин пампится Да, вот он вроде как ложно пошел здесь вниз Но отскочил обратно И на 5 минутках-то понятно, что здесь можно торговать Хоть аптрейдиться Но реально надо смотреть на картину в целом Картина в целом у нас какая Вот дневки И вот история за много лет И тренд явно у нас восходящий Причем как был, так и остался Ну, точнее сказать как Давайте на недельки вообще смотреть Тренд у нас восходящий Но с вот такими медвежьими коррекциями по 2 года Медвежьими рынками И тут мы с вами ясно видим, что у нас вот был медвежий рынок И вот был медвежий рынок И с этим не поспоришь, правда? Многие шортили и были в плюсе А те, кто ланговали, их смывало здесь Поэтому тут смотрите, о чем мы будем сегодня говорить О разных таймфреймах и о разных подходах торговли Ну, как бы с этим тоже, я думаю, никто не поспорит Что тренд у нас восходящий Вот он за все 10 лет И были уже такие медвежьи коррекции Вот тут была, вот тут была Вот тут была, вот тут по сути их 2 было Но это дело не меняет И тренд это наш друг Поэтому давайте считаться все-таки с тем, что он восходящий На CoinCap у нас все зеленое И за день, и за неделю еще более зеленое Против цифр не попрешь тоже Вот у нас манера 22% за неделю дал Лайткоин 11, карданы 13, чейнлинк 21 После затяжной коррекции стал восстанавливаться Эфир 10% за неделю, биток почти 8 Так что, что тут скажешь Вот интересная вещь, что индекс страха и жадности У нас вообще на нейтральных значениях То есть, в принципе, ему еще есть куда вот досюда идти до жадности Перед тем, как можно было говорить о потенциальном шорте Вот, а пока вот такое интересное исследование Биткоин уже не опустится ниже 11 тысяч с вероятностью 90% И чем это обосновано? Давайте посмотрим Менеджер Кейн Айленд Альтернатив Адвайзерс Тимоти Питерсон Убежден, что цена биткоина с вероятностью 90% Уже не опустится ниже отметки 11к Почему он так уверен? По его словам, прочность поддержки на уровне 11к Обусловлена долгосрочными фундаментальными трендами До того, как биткоин преодолел уровень 11к Вероятность падения цены ниже 10 тысяч составляла 90% К настоящему времени этот показатель вырос до 98% Согласно его расчетам Так что, в общем, сами почитайте на форклоге эту статью Но тут интересная тема, что те 20 тысяч – это была манипуляция И дно в декабре 2018 в 3500 было прогнозируемо Поскольку честная цена биткоина была, грубо говоря, вот на этих значениях И посмотрите вот на этот график, очень интересный Вот она, честная цена биткоина идет, постоянно растет, видите? В связи с моделью Stock to Flow, с халвингом, с ограниченной эмиссией С дефляционной моделью, так сказать, прописанной в коде И мы видим ясно, что эти красные штуки – это пузыри, которые надуваются и сдуваются И возвращаясь к честной цене, мы продолжаем расти И потом надуваются новые пузыри Поэтому, в принципе, вот она, логарифмическая регрессия, о которой мы говорили с вами И биткоин только что недавно дипанул под нее, когда был коронадамп в марте И по идее, вот здесь тоже на самом деле был такой дамп, здесь его не очень видно Но он был, вот Просто можно немного по-другому логарифмическую регрессию натянуть И по идее, после таких дампов капитуляция, и все начинает расти Потому что никто уже не верит, все шортят Мы же с вами думаем, как же так, я уже на лонге поднял, блин, столько иксов Пора бы захеджировать все эти, правильно? И вот тут-то и начинается топливо Поэтому, опять же, не финансовый совет, дисклеймер Но мое сугубо личное мнение, что все это смотрит наверх И давайте побегаем с вами по монеткам и посмотрим, что тут можно сказать Биток Ну, биток идет явно переписывать вот этот хай в 14 тысяч предыдущий, прошлого лета Так что тренд явно восходящий То же самое касается и эфира Причем у эфира картина еще более интересная Потому что эфир уже переписал вот этот предыдущий хай того лета Но в целом он и от своих реальных хайов-то еще дальше, чем биткоин То есть эфиру еще 3 икса до all-time high А битку уже меньше 2 иксов Так что просто держите этого внимания Вот, лучше даже не в логарифмическом смотреть, а в таком обычном графике Вот мы видим эфир к доллару Вон, где был только all-time high И никто не верит уже даже вот в эти значения А они походу скоро и будут То есть эфир смотрит реально на 700 на 800 То же самое касается и лайтка, и биткэша, но сейчас об этом поговорим Эфир к битку смотрим Такая же картина Вот видите, где он был к битку Тут как бы запас-то еще хода Ого-го-го-го То есть эфир может сейчас вообще как пить, дать и ксануть Прямо вот здесь 2 раза От текущих Несмотря на то, что страшно сейчас покупать, конечно, по текущим Но тема такая Вот, еще что хочу сказать Хорошие новости от биржи Bybit Они дали нам такую же промку, как всем крутым крипто-ютуберам Специально для вас, мое крипто-комьюнити В чем тема До конца октября Если вы, в принципе, зареганы по моей ссылке Если вы еще не зареганы на Bybit Обязательно зарегайтесь по моей ссылке снизу из описания Если вы когда-либо по ней уже зареганы То вы можете воспользоваться моим промокодом Для получения очень крутых бонусов Для этого вы просто идете вот сюда в More Rewards Hub Отдел наград Или отдел бонусов, как он там по-русски называется И вот здесь вводите ваучер-код Вот такой CryptoCommons Вот так вот он должен писаться Оставлю все это внизу в описании Нажимаете Redeem И получаете вот такие вот бонусы Делаете депозит 0.1 BTC Получаете 60 долларов бонусом Делаете депозит 0.2 BTC Получаете 120 долларов бонусом И делаете депозит 0.5 BTC Получаете 300 долларов бонусом Так что обязательно воспользуйтесь этим Если вы когда-либо уже зареганы по моей ссылке Либо если только сейчас собираетесь И получите дополнительные бонусы И это все идет в дополнение к вот этим 90 долларовым бонусам Которые и так и так здесь можно получить Так что вы можете получить бонус до 390 долларов Абсолютно бесплатно И начать торговать уже на эти бонусные средства Так что обязательно зарегайтесь по ссылке снизу в записании Пройдите всю эту тему и получите бонусы Бонусы приходят не сразу Их начисляет команда в ручном режиме В течение 3-5 дней где-то они должны прийти Да, BABIT за что еще люблю Что здесь можно торговать, скажем, эфиром Или EOS или Ripple И при этом получать профит в нем же в эфире В EOS или в Ripple Так что тема очень офигенная То есть не в долларе нужно держать депозит А прямо в самой крипте Очень удобно Окей, но самая эта тема Как вы торгуете? Торгуете вы средний срок, долгосрок Или скальпите, интродэй Я думаю, что большинство, кто меня смотрит В основном либо средний срок, либо скальперы Либо сочетают это И в целом это и есть трейдинг Потому что долгосрок это больше инвестиция То есть вы купили беточек и забыли Как я показывал уже в прошлом видео Вот этот вот скрин Это мои заявки из обменника 2016-2017 год Посмотрите еще раз 21 тысяча рублей 0.45 биткоина 10 тысяч рублей, 13 эфиров Просто сами все поймите И что инвестиции, ходл это реальная тема И когда мы трейдим Естественно, блять Я уже 125 раз это все продал Протрейдил Прокупал, продавал Покупал дороже Продавал дешевле иногда, стопился И это и есть трейдинг То есть он вам не даст заработать столько, сколько тупо инвестиция Но потенциально, конечно, инвестиции долго ждать А трейдинг потенциально вам даст заработать быстрее Особенно с большим плечом Поэтому тут надо понимать, какую вещь Спекулянтовая или инвестор или кто Я бы, конечно, рекомендовал всем по большей части быть инвесторами То есть реально держите большую часть своих портфелей на холодных кошельках Ну или на обычных кошельках Не на биржевых, короче, не на маржинальных Либо если держите их на бирже, чтобы там призы всякие получать на депозиты и так далее Не торгуйте всем объемом И тут я вам скажу, что есть у меня такая стратегия Смотрите, если вы торгуете без плеч Ну или типа ходите То вам, по сути, и стоп-лоссы-то не нужны, правильно? Вы купили и держите спокойно Как вот я сейчас на эксченже скупаю всякие монетки И держу их, и не парюсь, сколько они там завтра будут стоить А если вы торгуете с плечом, даже с минимальным То у вас уже появляется цена ликвидации Соответственно, вы должны рассчитывать риски Либо ставить стопы, либо очень аккуратно менеджерить свою позицию Поэтому смотрите Вот я, допустим, держал вчера тысячу контрактов по лайткоину Но вот тут на всякий случай забрал, половину продал Вот у меня релиз ПНЛ и анрелиз ПНЛ То есть, окей, я бы мог дальше держать, конечно Сейчас бы был больше анрелиз ПНЛ Но суть в чем? Я захеджировался таким образом от падения То есть, у меня цена ликвидации была, ну, где-то в районе 40 баксов И если бы мы вдруг туда дипанули, а все может быть, мы должны быть готовы ко всему Может быть, это все фейкаут и сейчас мы улетим вот туда Я продал половину и теперь у меня цена ликвидации 31 бакс И даже сейчас, понимаете, туда мы можем сходить на самом деле и меня смоет Но у меня здесь небольшой объем, поэтому не страшно И да, кстати, про биржу FEMIX Кто не видел, вчера я запостил урок про их новую фичу брекет ордера И посмотрите, обязательно сейчас сверху он появится Очень интересная тема, зацените Это как раз, чтобы торговать в разные стороны и не влияя на свою позицию То есть, вы можете держать лонг и торговать в шорт параллельно Вот, поэтому получается, что тут уже нужны стоп-лоссы Я вот сейчас убрал стоп-лосс, потому что я плавно менеджеру свою позицию То есть, я думаю, сейчас расставить еще лимитки куда-то сюда И он будет плавно закрывать, а потом также плавно открывать, если мы уйдем ниже Ну или по этим же уровням То есть, вы же можете этот ход забрать несколько раз, смотрите Сейчас, допустим, он сходит сюда Вы можете здесь выйти, а потом он откатится И вы опять зайдете и возьмете этот ход еще раз Но эта палка о двух концах Он может туда и не вернуться и улететь потом совсем в космос И вы тогда не возьмете уже нифига То есть, вам придется еще дороже покупать Либо ждать точки входа в шорт А шорт, может быть, я вам говорю, и через два года Поэтому, опять же, дисклеймер Спекуляция – это всегда такая тема Вы не знаете наверняка То есть, чем мельче таймфрейм Тем менее предсказуемо, что сейчас будет с ценой Понимаете, что я вам хочу сказать? То есть, вот, если мы посмотрим на эфир на недельках Тут все понятно, что он наверх херачит Но может ли он перед этим дипануть на 240? Или даже ниже? Может Почему нет-то? Вряд ли он уже, конечно, придет вот к этим значениям Ниже 200? И то может, понимаете? Все может быть Может вообще соскамиться завтра крипта На что я совсем не верю Но, тем не менее, вы должны быть застрахованы Поэтому тут моя тактика, которую я вам сейчас расскажу Она тоже дисклеймер Потому что она в каком-то, скажем так В некотором случае, в самом пиздецовом Она проведет к вас к полному сливу депозита Потому что эта тактика торговли без топов преимущественно Но с минимальным риском Смотрите, в чем она заключается Давайте рассмотрим ее на примере биржи Дудекс На которой, кстати, сейчас супер-супер акция И она продлится бесконечно Они добавили торги чейнлинком с нулевыми комиссиями Это просто бомба, ребята Это реально вас не глючит Это так и есть Чейнлинк к доллару, к USDT С абсолютно нулевыми комиссиями Как тейкер, так и мейкер То есть, даже если вы по маркету херачите По рынку То вы не платите Вы платите 0% комиссии Это реально так? Давайте я вам покажу, что я имею в виду В плане этой стратегии Плавно менеджерить свою позицию Я имею в виду следующую вещь Вот, смотрите, чейнлинк реально zero fees Видите? Нулевые комиссии Это просто бомба вообще, ребята Так что, кто не зареган на Дудексе До сих пор я не знаю, чего вы ждете Ссылка в описании Там тоже у нас дополнительные бонусы На депозит Обязательно зарегайтесь По моей ссылке И получите все эти ништяки В виде бонусов на свой деп И, кстати говоря, у линка сейчас лонговый фандинг Смотрите, то есть Минус 0,05,6% То есть, каждые 8 часов Вы будете получать вот столько Если висите в лонге Из расчета на одно плечо То есть, если вы в десятом плече Вы будете получать полпроцента Каждые 8 часов Сверху Ребейт И это вообще блестяще Ну и вот, в чем заключается моя тактика Что в обычной ситуации Как сейчас Вы торгуете без плеча Даже на фьючерсной платформе Вот у меня стоит кросс-плечо То есть, я могу брать до 50-го плеча Но я это буду использовать Только как инструмент В те моменты, когда Действительно оно мне понадобится Чтобы вытянуть, грубо говоря, свою позицию Из убытка То есть, смотрите Сейчас мы без плеча можем взять Допустим, 100 контрактов У нас цена ликвидации С вами будет тогда 0 Сейчас торговать не хочу Просто объясню На примере этого графика Грубо говоря Давайте представим Что мы с вами висим В лонге Вот отсюда Или даже вот отсюда То мы просто берем Скидываем здесь часть позиции Или держим ее Но висим мы с вами в лонге В таком, что у нас нет плеча Здесь мы взяли Допустим, во втором Или в третьем плече Здесь мы скинули одно плечо И у нас уже цена ликвидации Либо очень низкая Либо нет Таким образом Мы всегда захеджированы От того, что цена Вдруг резко пойдет вниз Мы всегда сможем добавить Здесь взять это плечо И им как инструментом Вытянуть среднюю цену входа В нашу сторону То есть, допустим Если вы сейчас зайдете Здесь по хаям По локальным Если представить Что это локальные хаи И цена пойдет против вас А вы уже в десятом плече То вы здесь вот Начнете скидывать в убыток И потеряете 10, 20, 30 процентов Просто потому что вам будет страшно А цена потом развернется И пойдет опять в вашу сторону И вы будете докупать выше Это так и устроено На этом же Поэтому-то они и даются Нулевыми комиссиями Что, блин Все равно все умудрятся Просрать все здесь Большим плечом Я по себе это знаю Когда берешь У меня так было Недавно с эфиром Я что-то фланговал все А эфир поздно стал фланговать И вошел по локальным хаям Сейчас покажу где Прямо на своих ошибках Объясню Во Вот на днях Когда я увидел Вот эту разворотную фигуру Вот здесь Я где-то вот здесь Начал входить в лонг По эфиру Вот Где-то вот здесь Я начал входить в лонг По эфиру А потом Когда он начал падать А я там уже набрал прилично Я просто зафиксил убыток Вот здесь Примерно вот здесь Потому что мне стало страшно Да Два раза я так сделал Я два раза короче Запрыгнул по локальным хаям И от того Чтобы взял большое плечо И мне стало страшно Я позакрывался У меня была в моменте Просадка где-то на Пол эфира Вот потом я понял Когда что это все гон Надо было держать Хотя у меня ликвидация Была далеко Где-то вот здесь Но я-то думал Что все в этот момент Что мы сейчас пойдем туда И на самом деле Если бы я взял Тогда меньше здесь Взял бы здесь второе плечо Мне было бы не страшно Понимаете У меня была бы маленькая просадка И я бы здесь тупо докупился И взял бы здесь пятое Ну опять же Пятое Десятое Не знаю Потому что здесь Седьмое Потому что у меня бы уже Плечо увеличилось Понимаете Из-за того что цена Против меня идет Я бы взял здесь Пятое Седьмое У меня бы средняя цена Входа сместилась Куда-то сюда И я бы тут Спокойненько отбился И закрыл Я вот вам на своих Ошибках рассказываю В итоге Я закрыл здесь по убытку Но потом конечно По маркету Вот здесь где-то впрыгнул И отбил Одного лося Короче отбил Вот теперь Мне надо второго отбить Но по эфиру Меня напрягло то Что он действительно Локально был Уже высоко В целом Вот это все Его движение Вот это все Его движение Оно в целом Локально очень высоко И он может еще Сходить куда-то сюда Спокойно может И тут небезопасно Его сейчас лонговать Ну как бы у меня Все нормально было С лайткоином С дашем Поэтому я не парился Линком тоже Я тут чуть-чуть Поторговал Но буквально поскальпил Вот А теперь я еще раз говорю Если вы сейчас Вот на всю котлету Войдете в линк Он по-любому начнет падать То есть можно попробовать Его сейчас даже пошортить Но блин опасно А если вы дойдете По чуть-чуть Вам не так будет страшно Ну грубо говоря Короче вы поняли Если вы здесь заходите Без плеча То вы тут заходите Тоже без плеча Тут подключаете Маленькое плечо Если он еще ниже пойдет Тут подключаете Побольше плечо И у вас средняя цена Уйдет ниже И вы по-любому Закроете как минимум Без убыток Этот неправильный трейд Вот о чем я вам говорю Поэтому стратегия В том чтобы Изначально торговать без плеч И тогда в это плечо Это будет ваш лучший друг Потому что оно вам поможет Вытянуть любую просадку А если сразу залетать С большими плечами Да еще и не в ту сторону Да если залететь в ту сторону Понятно все круто То есть да Если вы Давайте представим Что вы входите в сделку И она сразу пошла В вашу сторону Что вы будете делать Если вы в плече зашли В сделку Вы будете двигать Сто полос Правильно? Без убыток Но если вы подвинете Его без убыток Его выбьют нахер Правильно? Значит вы будете ждать Какой-то момент До какого момента Вы будете ждать Вот это все очень важно Понимать Не суетиться Короче Если вы уже выбрали направление То с одной стороны Его держать А с другой стороны Подстраиваться под рынок Потому что он может Сюда развернуться Ну короче Вот такая вот петрушка Если вам это интересно Давайте будем развивать Эту тему В следующих видосах И лайвстримах А сейчас предлагаю Закругляться потихонечку И на десерт У нас выбор победителя Обратимся к Random Comment Picker Вот у нас ссылка на видео Погнали И у нас победитель Velopip Velopipa Я против того Что просто так Удаляют видео Особенно самые популярные Топлю за максимальный Ходл Очень этому рад Думаю Эфир до нового года Точно превысит 500 Согласен Согласен бро Это очень консервативный Прогноз еще По эфиру Поздравляю тебя Бро Найдись в чате CryptoCommons Напиши что это ты И Вышлем тебе О Кстати Я бы хотел Выслать тебе Знаешь какую монетку RavenCoin Напиши в чате Есть ли у тебя Кошелек Raven Он есть в Exodus Если что И на Binance Смотрите на RavenCoin Отличная монета Очень стильный блокчейн Бумажные вороны И она сейчас находится Вообще на днище То есть посмотрите Я что хотел вам сказать Но не один RavenCoin Мы тебе вышлем Не переживай Вышлем тебе 2000 монет RavenCoin Поэтому заводи Кошелечек Если у тебя нету И в чем прикол Что сейчас это Небольшая сумма Там примерно 30 баксов А может чуть больше Но посмотрите На этот график И опять же Посмотрите на все Другие графики Они как бы уже Развернулись Видите Биткоу Они уже пошли Наверх все Тот же самый Манера Вот фигачит Тот же самый Лайт Биткоин кэш Но Raven Находится сейчас На самом днище Посмотрите где он был Вот он был Недавно только на 2 Икса выше И реально По all time high Raven был Выше в 15 раз Чем он сейчас Поэтому Бро Ходли эту монету И я думаю Что в скором времени Она даст Несколько иксов Точно Судя по ее графику Так что Тейк профит И тебе рекомендую Как минимум Вот такие выставить То бишь Это будет 3 икса 6 иксов И 10 иксов Примерно Ну соответственно Вот и рассчитай Так чтобы эти 30 баксов Превратились в 30 60 И 100 Как минимум Вот Чего тебе и желаю И всем вам Это терпение И возможности Переслиживать Вот эти просадки И дожидаться Вот этих движений Потому что они Обязательно будут Чуваки по крипте Нас 100% ждет Бычи рынок Тут гадалки не ходи Потому что Посмотрите Напоследок на все эти акции На фондовый рынок Акции просто Хуячат наверх И они безбожно Хуячили весь Медвежий рынок битка Весь вот этот Медвежий рынок битка Вот 2018-2020 Они хуячили наверх И продолжали Это у нас Амазон Ну и любые акции Так посмотри Эпл Смп 500 Вон Эпл что творит Тесла Я вообще молчу Насдак Насдак Посмотрите Что творил Вот у нас Весь медвежий рынок битка Насдак Пер вверх И сейчас прет Вон как Поэтому Че тут скажешь Лол Да и только Вот Поэтому Че Все понятно Золото и серебро Наверх Реально идут Потому что Они ограниченные активы А фондовый рынок Ну ему пиздец Скоро Он перегретый А крипта Тоже реально наверх Потому что Она ограниченный актив Не вся крипта Конечно Много скам Сейчас в DeFi Везде Ну биткоин Чуваки Ну это очевидно Что он идет туда Я не знаю Как вы Но я просто помню Биткоин Эфир кстати Я помню Вот это вот все Видите Сейчас тут даже Не видно ни хера На графике Это было Вот такие же движения Пиздец Как сейчас Вот посмотрите на это Нажимаем кнопочку Авто И вот бах Вот этот вот рынок Тут я еще не помню У меня здесь не было Я попал в крипторынок Вот здесь Мне повезло Я попал в крипторынок Где-то здесь Где-то вот тут Тоже флетили мы год Ходили вниз Вверх Опять вниз Никто не верил Вот на этих Каждах свеч Все говорили Ну все Типа Не дойдем Даже досюда А потом посмотрите Что произошло Банч И здесь никто не верил Здесь Здесь все фиксились Я здесь фиксился Все тут фиксились Что вы думаете Все такие умные Сидели 200 долларов До 20 тысяч Хер там Вы что Поэтому теперь-то Мы уже научены Этим опытом Халвинг был вот здесь Сток ту флоу Отработало Теперь у нас халвинг Был вот здесь С вами где-то Сток ту флоу Пошло отрабатывать Поэтому Всем удачного Туземуна И да кстати Когда мы были вот здесь Где сейчас не видно Ни хрена Как я сказал Тогда мы снимали клипчик И я конечно же Сейчас очень жалею Что я тогда не аккумулировал Как можно больше биткоинов И эфиров И их не распродавал Но что тут жалеть-то Надо дальше действовать А клипчик Про который я говорю Наконец-то вышел На моем музыкальном канале Поэтому кому интересно Ссылку дам в описании И сейчас появится сверху Вот канал Я не знаю Я не знаю почему Здесь до сих пор Всего 70 подписчиков Так что ребят Помогите это дело поправить Это мой музыкальный проект Я его немножко Подзабросил Когда начался Предыдущий Крипто хайп Вот этот бум Я на 2 года Я на 2 года Где-то вообще забросил Музло Вот здесь Вот занимался Только криптой Создал Крипто Коменс канал И собственно Делал все для вас Чтобы сейчас был Этот качественный контент Который вы наблюдаете И вот здесь Уже я его ввел Активно Вы это знаете Вот И Вот тут я где-то Начал размораживать Музло Потому что Блин Нужно иногда отвлекаться От трейдинга И поэтому Обязательно Подпишитесь Зацените И вот он вышел Крипчик О прикольно Уже 120 просмотров Вот Респект за фидбэк Посмотрите Если вам интересно Сейчас он появится У вас сверху Надеюсь вам понравится Да Если вам нравится Такой контент Не забудьте подписаться На канал В телегу Обязательно Подпишитесь И будем на связи